Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей экликционной категории, олигофренный педагог, нейропсихолог. И сегодня мы с вами будем разговаривать о том, как развивать фономатические процессы у детей дошкольного возраста. Правильная речь – это важнейшее условие полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь у ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности познания окружающей действительности. Содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками, взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Полноценная речь ребенка является непременным условием его успешного обучения в школе. Важно помнить, что именно в дошкольный период речь ребенка развивается наиболее интенсивно, а главное, она наиболее гибкая и податливая. Поэтому все виды нарушений речи преодолеваются легче и быстрее. Буквально немножко в теоретическую часть войдем, поскольку я видела, что есть еще и воспитатели, не только логопеда, чтобы понимать нам, тогда от чего плясать. Итак, основными структурными компонентами речи являются звукопроизношение, фономатические процессы, словарь, грамматика, связанная речь. И сегодня речь как раз-таки пойдет о фономатических процессах и приемах и методах их развития. Развитие фономатических процессов и навыков звукового анализа и синтеза является одной из важнейших задач речевого развития старших дошкольников, так как позволяет создать необходимые предпосылки для обучения детей грамоте и помогает предотвратить возможные нарушения при формировании в дальнейшем письменной речи, что обеспечивает взаимосвязь со следующей ступенью системы образования в соответствии с федеральным государственным общеобразовательным стандартом дошкольного образования. Фонема — это не просто звук, а значащий звук. Лев Семенович Вовгодский обратил внимание и на восприятие фонем. Он считал, что всякая фонема воспринимается и воспроизводится как фонема на фоне фонем. То есть восприятие фонема происходит только на фоне человеческой речи. Основной закон восприятия фонем — это закон восприятия звучащей стороны речи. Фономатические процессы включают в себя такие понятия, как фономатический слух, фономатическое восприятие, фономатический анализ, синтез и фономатические представления. Тоже очень кратко. Что такое фономатический слух? Это способность к слуховому восприятию речи фонем. Фономатический слух имеет важнейшее значение для владения звуковой стороной языка. На его основе формируется фономатическое восприятие. Лев Семенович Воводский ввел термин «фономатический слух», который включает в себя три речевых операции. Это способность слышать, если заданный звук имеется в слове, либо не имеется. Способность различать слова, в которые входят одни и те же фонемы, расположены в разной последовательности. И также способность различать близко звучащие, но разные по значению слова. Несколько позже Дмитрием Борисовичем Ильконином был введен термин «фономатическое восприятие». Это слышание отдельных звуков в слове и умение производить анализ звуковой формы слов при внутреннем их проговаривании. Фономатическое восприятие, по мнению Волкова, это специально умственное действие по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова. В его основе лежит фономатический слух. Это определение охватывает и различения фонем, и фономатический анализ, синтез и представление. В ходе формирования этого вида восприятия проходит перестройка первичного речевого слуха, овладение им и использование в целях решения новых задач. Развитие этих действий происходит в определенной последовательности. Это развлечение гласных, затем согласных, так как гласные воспринимаются лучше. Орфинское выделяет четыре ступени формирования фономатического восприятия. Первая ступень – это овладение умением узнавать звук на фоне слова. Вторая – выделять первый и последний звук в слове. Третья – определять последовательность, качество и количество звука в слове. И четвертая – это определять место звука в слове по отношению к другим звукам. Позже Ильконин выделил из фономатического восприятия фономатический анализ. Это мысленный процесс, разложение целого на составляющие части. Предложение, слова, слоги, звуки. Или мысленное выделение отдельных фонем. Установление отношений части к целому, к другим частям целого и составляющим его элементам. И именно этот ученый доказал, что прежде чем обучать ребенка письменной речи, необходимо обучить его навыкам фонемного анализа. При обучении как чтению, так и письму, исходным процессом является звуковой анализ устной речи. То есть мысленное расчленение слова на его составляющие, звуки. Установление их количества и последовательности. Перед началом письма ребенку необходимо произвести анализ слова. А уже в ходе записывания происходит синтез. То есть мысленное сочетание звуковых элементов в единое целое. Фономатический же синтез – это умственные действия по синтезу звуковой структуры слова, слияние отдельных звуков слоги. А слоги в слова – процесс противоположный анализу. Но они тесно взаимосвязаны, неотделимы друг от друга. Прочитать слово – это значит синтезировать сочетание отдельных звуков, отражающих порядок звука в слове, так, чтобы они составили цельное, реальное, живое слово. Таким образом, полноценный синтез возможен только на основе анализа звуковой структуры слова. На основе фономатического восприятия и анализа обформируются фономатические представления о звуковом составе языка. И что это? Это звуковые образы фонем, воспринятых человеком ранее и в данный момент не действующих на его органы чувств. То есть правильное использование звуков для развлечения слов. Результаты деятельности не одного, а двух и более уже анализаторов, в развитии которых существенную роль играют также память и внимание. Уже в 1874 году в Вернике было установлено, что в коре головного мозга в левом полушарии, на границе песочной и теменной долей, имеется зона сенсорной речи. При ее поражении человек слышит слова, но не понимает их смысла, так как в ней хранятся звуковые образы слов. В настоящее время считается установленным, что процесс фономатического восприятия и анализа, формирование фономатических представлений происходит при совместном участии слухового и речедвигательного анализаторов. Фомичева подчеркивает, что восприятие и воспроизведение звуков родного языка это согласованная работа речи слухового и речи двигательного анализаторов, где хорошо развитый фономатический слух позволяет выработать четкую дикцию подвижности тонкую дифференцированную работу артикуляционных органов, обеспечивающих верное произношение каждого звука. В онтогенезе способность различать речевые звуки возникает значительно раньше и развивается интенсивнее, чем способность артикулировать. Фономатическое восприятие, формирование фономатических представлений возможно при наличии первичного речевого слуха, который развивается в процессе непосредственного речевого общения. Более высокой формой развития речевого слуха является фономатический слух. Во владении речью главная роль принадлежит слуху. Одновременно с развитием слуха у ребенка появляются голосовые реакции, разнообразные звуки, различные звукосочетания и слоги. В возрасте двух-трех месяцев, когда появляется лепет, происходит первичное развитие фономатического слуха, ребенок прислушивается к звукам, а ты скажешь к следующему. К шести месяцам в лепете ребенка появляются четкие звуки, но они еще недостаточно устойчивы и произносятся в коротких звукосочетаниях. Среди гласных ярче звучит звук А, среди согласных П, Б, М, К, Т. В это время ребенок хорошо понимает взрослого, интонацию взрослого, реагирует на тон голоса. К году ребенок хорошо произносит простые по артикуляции звуки. Гласные А, У, И. И согласные П, Б, М, Н, Т. Так, еще какие? Д, К и Г. На втором году жизни дети начинают активно произносить звуки Э, И. Но твердые согласные у них звучат как мягкие. Те, Де, Сизе. У них возрастает способность к подражанию речи взрослых. Интенсивно развивается понимание речи других. К этому времени ребенок начинает активно и самостоятельно употреблять в речи простые по структуре слова. На третьем году жизни подвижность артикуляционного аппарата повышается, но произношение ребенка еще не соответствует норме. В этом возрасте ребенок пытается приблизить свое произношение к общепринятому. Трудные по артикуляции звуки он заменяет простыми. Например, звук С заменяется звуком Т, да, или звуком С, и так далее. К трем годам четко оформляется артикуляция губнозубных в Ф, В, Ф. Фономатическое восприятие в это время уже хорошо развито. Дети почти не смешивают слова, близкие по звучанию, и пытаются сохранить слоговую структуру слова. На четвертом году жизни происходит дальнейшее укрепление артикуляционного аппарата. Движения мышц становятся более координированными. В речи появляются уже твердые согласные, шипящие звуки. Правильно произносятся слова со стечением нескольких согласных. В это время дети отмечают ошибки в произношении других, легко различают близкие по звучанию звукосочетания и слова. То есть у них происходит дальнейшее развитие фономатического восприятия. Фономатические процессы у детей к пяти годам совершенствуются. Они узнают звук в потоке речи, могут подобрать слово на заданный звук, различают повышение и понижение громкости речи и замедление и ускорение темпа. К шести годам дети способны правильно произносить все звуки родного языка и слова различной слоговой структуры. Хорошо развитый фономатический слог позволяет ребенку выделить слоги и слова с заданным звуком из группы других слов, дифференцировать близкие по звучанию фонема. Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни максимально приближается к речи взрослых с учетом норм литературного произношения. Как правило, ребенок имеет достаточно развитое фономатическое восприятие, владеет некоторыми навыками звукового анализа, определяет количество и последовательность звуков в слове, что является предпосылкой к владению грамотой. Однако в настоящее время все чаще встречаются дети, которые имеют нарушение фономатических процессов, и их очень-очень много, к сожалению. Нарушение фономатического восприятия приводит к тому, что ребенок не воспринимает на слух, то есть не дифференцирует близкие по звучанию или сходные по артикуляции звуки речи. Вследствие чего у него нарушается звукопроизношение, его словарь не пополняется теми словами, в состав которых входят трудно различимые звуки. Ребенок постепенно начинает отставать от возрастной нормы. По той же причине не формируется в нужной степени и грамматический строй. Понятно, что при недостаточности фономатического восприятия многие предлоги или безударное окончание слов для ребенка остаются просто неуловимыми. Только при планомерной работе по развитию фономатических процессов дети воспринимают и различают окончание слов, приставки, общие суффиксы, выделяют предлоги в предложения и так далее. Что важно при формировании навыков чтения и письма. Умение слышать каждый отдельный звук в слове, четко отделять его от рядом стоящего, знать из каких звуков состоит слово. То есть умение анализировать звуковой состав слова является важнейшей предпосылкой для правильного обучения грамоте. И игра это, помним, ведущий вид деятельности, да, доступная форма деятельности для детей дошкольного возраста, средства познания окружающего мира. Любопытство и потребность активно действовать побуждают ребенка играть. Игра обогащает его знаниями, развивает умения, навыки, будет фантазию, стимулирует развитие мышления. Именно в игре ребенок впервые испытывает потребность в достижении успеха и понимает, что успех во многом зависит от его собственного старания. Актуальность игры повышается, особенно в настоящее время, из-за перенасыщенности современных детей информации. Телевидение, интернет, гаджеты многократно увеличили и разнообразили поток получаемой информации. Но эти источники представляют в основном материал для пассивного восприятия. Важной задачей обучения дошкольников является развитие умений самостоятельного отбора, оценки, переработки получаемой информации. Развивать подобные умения как раз-таки помогает игра, служащая своеобразной практикой использования знаний, полученных детьми в образовательной и в свободной деятельности. И в работе по развитию фономатических процессов выделяются следующие этапы. И эти этапы, естественно, рекомендуется осуществлять в игровой деятельности, чтобы детям было проще усваивать и отрабатывать уже имеющиеся навыки. Итак, какие-то этапы. Подготовительный этап работы по формированию фономатического восприятия начинается с развития слухового внимания и слуховой памяти. Неумение вслушиваться в речь окружающих является одной из причин неправильного звукопроизношения. Ребенок должен приобрести умение сравнивать свою собственную речь с речью окружающих и контролировать в итоге свое произношение. Работа по формированию фономатического восприятия в самом начале осуществляется на материале неречевых звуков. В процессе специальных игр и упражнений у детей развивается способность узнавать и различать неречевые звуки. При планировании работы на данном этапе необходимо использовать следующие блоки игр по развитию слухового восприятия внимания и памяти, описанные Лукиной. Первый блок – это развитие умения различать неречевые звуки по способу звучания. Второй блок – это определение направления звучания. Извините, пожалуйста. Третий блок – это развитие умения различать неречевые звуки по темпу звучания. Вы можете эту презентацию скачать. Татьяна Викторовна еще тоже проговорит, как это можно делать, если у кого не получилось, чтобы, если кому надо, это было перед глазами. Не буду тогда зачитывать, чтобы не тратить время. Хорошо? Семь блоков. Дети должны в играх научиться различать высоту, силу, тембр голоса, вслушиваясь в одни и те же речевые звуки, звукосочетания, слова. Затем дети учатся различать слова, близкие по звуковому составу. Позже учатся различать слоги и затем уже фонемы родного языка. И какие игры можно использовать на данном этапе. Предложите ребенку послушать звуки, которые вокруг есть в помещении. В помещении дошкольного образовательного учреждения, в квартире родителям предложить с детьми поиграть в эту игру. Попросите перечислить, что они слышат. Например, тикают часы, капает из крана вода, мурлычет кошка и тому подобное. Затем послушайте вместе с ребенком, какие звуки слышны на улице. Попросите ребенка перечислить все звуки, которые он слышит. Поют птицы, гудят машины, дворник шаркает метлой и тому подобное. Задайте ребенку вопросы. Что ты слышишь вокруг? Как назвать это одним словом? Звуки. Какими бывают звуки? Громкие, тихие, резкие и так далее. Чем ты слышишь звуки? Ушами. Далее, предложите ребенку рассмотреть и называть картинки, а потом сказать, какой звук производит каждый предмет. Колокольчик звенит, молоточек стучит, часы тикают, вода капает и так далее. И, наконец, можно попросить ребенка раскрасить предметы и части предметов, которые не раскрасил художник. Предложите ему такое задание. Сначала раскрасть предмет, который звенит. Потом предмет, который стучит. Затем части предмета, который тикает. А потом то, что капает и тому подобное. Во время прогулки акцентируйте внимание детей на слушании развлечения разных неречевых звуков. Татьяна Викторовна в конце вебинара тогда расскажет хорошо о том, как получить сертификат. Покажите ребенку предметы. Колокольчик, барабан, погремушка, что еще? Игрушки-пищалки различные. Попросите рассмотреть их, поиграть с ними. Затем спрячьте игрушки за настольную ширму. Можно за раскрытый журнал. Производите звуки с помощью этих предметов. А ребенку предложите раскрашивать тот предмет, звучание которого он услышал. Предложите ребенку поиграть в игры далеко-близко, тихо-громко. Необходимо послушать и определить, далеко или близко находится звучащий объект. Тихо или громко он звучит. А потом сказать так же. Кричат дети. Ау-громко, ау-тихо. Проводите игры ежедневно. Используйте разные предметы. Увеличивайте их количество. Научите ребенка различать звуки сминаемой бумаги и рвущейся ткани, звуки льющейся воды, пересыпаемой крупы и так далее и тому подобное. Еще игры. Найди похожее слово. Детям предлагаются картинки, здесь как вариант, среди которых есть очень близкие по звучанию. Дети должны подобрать пару каждой картинки. Соответственно, разрезаются картинки. Например, мак-рак, майка-гайка, ложка-кошка и так далее. Игра телефон. Дети сидят в ряд друг за другом. Педагог называет слоги или серию слогов. Например, сан или су-су-со и так далее. Состоящие из звуков, не нарушенных произношением детей. То есть вот этот момент учитывайте, пожалуйста. Так вот, педагог говорит какой-либо слог, либо серию слогов ребенку на ухо, который сидит за ним, например. И серия, либо один слог передается по цепочке. И последний ребенок произносит слух. Игра какой звук есть во всех словах. Педагог произносит три-четыре слова, в каждом из которых есть один и тот же звук. Шуба, кошка, мышь. И спрашивают у ребенка, какой звук есть во всех этих словах. Следующий основной этап. Здесь идет обучение простым формам фономатического анализа. Предполагает обучение детей умению выделять ударный гласный на фоне слова. Согласный звук на фоне слова. Выделение согласного звука из слова. Следующее это обучение сложным формам фономатического анализа. Предполагает обучение детей умению определять место звука в слове. Место звука в слове по отношению к другим звукам. Последовательность звука в слове. Количество звука в слове. Дифференцировать звуки по противопоставлению. Звонки глухие, мягкие, твердые. Следующее это формирование навыка синтеза звуков. Проводя работу в данном направлении, необходимо помнить о том, что детям проще анализировать, чем синтезировать звуки. И предложить можно такие задания. Осуществлять синтез гласных звуков в лепетные слова. АУ, УА, ИА. Синтез односложных слов. СУП, КОТ. Называть количество звуков в слове. Составлять слова из заданной последовательности звуков. Можно разложить картинки под соответствующими графическими схемами, на которых указаны только гласные буквы. Например, А, И, дальше черточка. Или черточка А, черточка О, черточка У. И так далее. Предлагаются картинки с изображением предметов из двух слогов. Например, куртка, горка, лодка, астра, каша, лунау. И так далее. Договорить слово ПАМИ, договаривают. Или ЯБЛА, КАРТО, и так далее. Определить слово или предложение, произнесенное по слогам. Например, ДЕ, ТИ, ИГ, РА, ЮТ, В, СА, ДО. Составить слово и слогов, данных в беспорядке. Коломо, например, что молоко, шака, каша, башу, шуба и так далее. Подобные задания очень вариативны. На каждом занятии можно давать одни и те же упражнения, однако использовать различный речевой материал. Это связано с тем, что детям нравятся повторяющиеся задания. Они их ждут, они знают название задания. Предусматривается определенная последовательность речевого материала при формировании навыков пономатического анализа и синтеза. Сначала это ряд гласных. АУ, УА, ИУА, АУ, ЭИ и так далее. Дальше слоги без стечения согласных. Закрытые ОР, ИС, АХ, открытые РО, СЫ, ХА и так далее. Слоги со стечением согласных. УРС, КРУ, ПСА и тому подобное. Слова без стечения согласных. Одна сложная сначала. ДОМ, СОК, ЛЕС. Двусложная. РУКА, МАМА, КАША. Далее слова со стечением согласных. Двусложные слова со стечением согласных в середине слова. КАШКА, РУЧКА, МЫШКА. Односложные слова со стечением согласных в начале слова. ФЛАГ, КРАН, СВЕТ и тому подобное. Односложные слова со стечением согласных в конце слова. ТИГР, ЛИСТ, КУСТ, КОСТЬ и так далее. Двусложные слова со стечением согласных в начале слова. Трава, книга, крыло и т.п. Двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова. Клумба, крышка, грабли, стекло и т.д. И трехсложные слова. Береза, крапива, лодочка, скамейка и т.п. Далее это формирование фономатических представлений. Данный этап работы предполагает формирование действий фономатического анализа в умственном плане. На этом этапе дети определяют количество, последовательность, место звуков, не называя слова, на основе представлений. И предлагаем здесь задание. Придумать слово с тремя звуками. Отхлопать в ладоши. Прошагать столько шагов, сколько звуков в словах. Дом, каша, лимон и т.д. Подобрать, например, слова по таким схемам, по такой звуковой схеме. Или еще вариант найти зверей, кто спрятался в каком домике тоже. Или дается графическая схема. Необходимо вспомнить слова графической схеме без опоры на картинку. Построить графические схемы с обозначением гласных и согласных звуков фишками. Игровая ситуация. Мастера построили звуковой дом из трех комнат. Кто из зверей? Лиса, волк, лев, олень сможет в нем жить. Достраивание предложений. Педагог называет первых два слова, а ребенок договаривает третье, четвертое и т.д. Прослушать слова и составить из них предложения. Данные упражнения позволяют последовательно, в соответствии с принципом поэтапного формирования умственных действий, закреплять навыки звукового анализа и синтеза в умственном плане. То есть без опоры на конкретное восприятие. Фишки или картинки. Для решения задач развития фономатических процессов в работе используем как традиционные, так и инновационные технологии, методы и приемы. И как раз вот хочу рассказать вам немного о нетрадиционных, о инновационных приемах. Итак, первое, это о чем хочу рассказать, мозжечковая стимуляция. Можжечковая стимуляция – это комплекс физических упражнений, направленных на развитие участков мозга, отвечающих за формирование речи и поведения ребенка. Цель таких упражнений – это научить мозг правильно обрабатывать информацию, полученную от органов чувств. Улучшить навыки речи, письма, письма рукой, развить навыки чтения, концентрацию внимания, математические навыки, стимулировать развитие памяти и мышления и понимания. Программу мозжечковой стимуляции разработал более 30 лет назад американский доктор Франк Бельгао, который получил, который, будучи преподавателем класса, где училось много детей с различными трудностями в обучении, обратил внимание, что дети, которые играют на переменках в игры, на координацию движений, то есть балансировку, а не более успешно в итоге в учебе. И что из себя представляет балансировочная доска Бельгао? Вот она внизу, здесь на фотографии мальчик стоит на этой доске. Ребенок стоит на поверхности доски, которая, в свою очередь, укреплена на круглой основе, что и заставляет балансировать ребенка в попытках удержать равновесие, выполняя различные упражнения. Поверхность доски имеет специальную разметку, тоже можете увидеть. А угол наклона платформы регулируется. Там есть рокеры специально, они изменяют радиус, можно изменить самостоятельно. Радиус от 5 до 50 градусов. И в зависимости от уровня наклона изменяется уровень сложности упражнений. Сначала ребенок берет именно этот предмет и учится держать равновесие. Только после достижения уже равновесия выполняются следующие упражнения, стоя на этой доске. Уровень сложности упражнений может повышаться не только за счет дополнительного материала, но и регулировки положения ног на разметке доски. Изменение угла роликов. И какие можно использовать для занятия на доске Бельгоу. Также часто используются различные аксессуары. Их можно сделать самостоятельно. Можно купить в специализированных магазинах. Как правило, что сюда входит? Это набор из трех тканевых мешочков с крупой, палка с цветной разметкой, цифрами или ракетка для отбивания мяча на резинке, мяч на шнурке или на резинке, напольная мишень с цифрами, мячи здесь тоже нужны, мишень со стрелками, разметка на полу, на стене, кегли тоже здесь могут быть, банки различной, подушки, стаканчики, что-то на сбивание. Наборы из разных мячей разного размера, разной прыгучести, разного веса. И буквально все упражнения на доске Бельгоу выполняются в следующей последовательности. Это, ну, первое, конечно же, освоение балансировочной доски Бельгоу. Дальше комплекс упражнений с сенсорными мешочками, комплекс упражнений с мячом-маятником, комплекс упражнений с цветной планкой, комплекс упражнений с доской и цифрами, комплекс упражнений с использованием стенда с кубиками. Представлю упражнения, которые я провожу со своими дошкольниками на этой балансировочной доске. И вид упражнения и длительность выполнения зависят, конечно же, от индивидуальных возможностей ребенка. То есть как вариант, что можно использовать в своей практической деятельности. Мешочки разного веса, с крупой. Кидаем ребенку, он должен их поймать. Принимаем мяч или мешочки. Ребенок принимает от педагога одной рукой, двумя руками. Кидает тоже или ловит одновременно одной рукой, двумя руками. Можно подкидывать мешочки вверх двумя руками. Подкидывать вверх правой рукой, потом левой. Отбивать подвешенный мяч левый, затем правый, а потом двумя руками в мешочек. Мячик, точнее, извините. Затем кидать мешочки можно по мишеням. Отбивать мяч-прыгунчик от наклонной доски. Отбивать летящий мячик можно палочкой или ракеткой. При этом, что здесь мы с вами можем, какие игры именно в рамках развития фономатических процессов. Примеры игр с доской для отбивания. Найти предмет в правом верхнем углу, в левом нижнем углу и так далее. Назови его. Определи первый звук в слове, последний звук в слове, второй звук в слове и так далее. Ударь по этому предмету мячом. Поймай мяч. Опять же, одной рукой, другой рукой, двумя руками. Вы там уже смотрите по уровню, по возможностям ребенка. Дальше. Что еще? Принцип тот же самый, только надо назвать предмет, который изображен под чем-то. Например, под мечом. Что там? Или под деревом. Назови, какой предмет. Который изображен над чем-то. Слева от чего-то, справа от чего-то и так далее. Определить тоже первый звук в слове, последний звук в слове, количество звука в слове и так далее. Следующий экран – это точное место. Необходимо найти рисунок, который слева вверху. Потом назвать предмет, который находится через одну клетку справа или через одну клетку ниже и так далее. Можно разместить картинки на напольной доске и попросить попасть мячом. Те картинки, в названии которых есть заданный звук. Название которых стоит в начале слова, в середине слова, уже потом в конце слова. С помощью данного метода мы можем реализовывать все поставленные коррекционно развивающие задачи, вовлекая в работу различные анализаторные системы, позволяющие достичь желаемого результата. С целью не только развития фономатических процессов, но и развития ориентировки в пространстве, зрительно-моторной координации, тактильной чувствительности, проприоцептивной чувствительности, тренировки вестибулярного аппарата. Очень много чего, многофункциональные игры. Рекомендую использовать игры с мячом. К сожалению, забытые игры, но настолько они полезны и такой развивающий потенциал несут в себе. И развитие всех этих функций нам пригодится при письме в школе. Спасибо огромное. При письме в школе. Хорошая мышечная чувствительность. Это что будет? Для чего? Нужный нажим карандаша. Ровная, не дрожащая почерком. Зрительно-моторная координация, которая отрабатывается, то пригодится нам где это? Соблюдение строчек при письме, а не когда буквы уходят ниже строки, да, или наоборот, еще выше. Функции программирования и контроля тоже необходимы ребенку во всех видах учебной деятельности. От написания буквы до решения тригонометрических уравнений. И тоже как пример. Мячик, малодошка и стук. Повторяем дружно звук. Когда услышите звук А, стукните мячом о пол. Игра тихо-громко. Вот, здорово, очень хорошо. Тихо-громко. Что здесь? Пропевание заданного звука по демонстрации педагога. Сила голоса соизмеряется с направлением движения руки. По мере движения руки с мячом вверх на горку, представляем, сила голоса увеличивается, а вниз с горки или под горку уменьшается. При горизонтальном движении руки с мячом сила голоса у нас не меняется. Или еще. Если звук услышит ушки, мяч взлетает над макушкой. Взрослый предлагает подбросить мяч вверх, если дети услышат заданный звук среди других звуков или в словах. Игра услышит звук. Дети встают в круг, взрослый в центре круга. Взрослый бросает мяч, называет слово. Если звук есть в слове, то ловим мяч. Если нет, то нужно его откинуть. И так далее. Креативная игротерапия тоже нам в помощь. По-другому еще песочная терапия. Можем такое название услышать. Это одна из разновидностей игровой терапии. Принцип терапии песком был предложен еще Карлом Густавом Юнгом, замечательным психотерапевтом, основателем аналитической терапии. И какие игры с песком можем использовать для развития фономатических процессов. Например, найди букву. Вот, да, спасибо огромное. Найди букву. Это вариант игры «Волшебный мешочек». Ребенку предлагается закрытыми глазами найти захопанные в песке буквы, все либо какую-то определенную, или игрушки, в названии которых есть заданный звук. Волшебный песок. Ребенку предлагается откопать игрушки с дифференцируемыми звуками и разложить их на две группы. Или игра подарки Соне и Маше. Песочница делится перегородкой на две части. Ребенок дарит предметы или игрушки с дифференцируемыми звуками девочкам Соне со звуком С или Маше со звуком Ш. Можно предложить наоборот, закопать игрушки, в названии которых есть заданный звук. Сотри лишнее. Рисуем на песке объекты, легко узнаваемые по очертаниям. Например, нарисуем три, берем небольшое количество. Например, солнце, самокат и рыбу. Ребенку предлагается стереть лишний предмет. Объяснить, почему именно этот предмет лишний. И по желанию продолжить. Спрячь руки, прятать руки в песок, услышав, например, заданный звук. Сначала среди звуков, затем среди слогов, затем среди слов. Ну, все как обычно, все традиционно. Мой город, например, подбирать из набора предметов и игрушек, только те, в названии которых есть заданный звук. И строить город на песке. Выложи буквы. Ой, все, посмотрела. Выложи бусы. Ребенок выкладывает на песке бусы из цветных камешков. Красные, синие, зеленые. В зависимости от того, спасибо огромное, какой звук он услышал в слове. Игра-клад. Педагог закапывает в песок зеленые, синие, красные камешки. Я использую камешки марбуз. Прекрасно, замечательно, очень детям нравится. И что дальше? Ребенок достает камешек и в зависимости от цвета камешка называет слова на данный звук. Гласный, соответственно, согласный, твердый, согласный, мягкий. Буквы на песке. Ребенку предлагается из ряда произносимых педагогов звуков услышать заданный и написать соответствующую ему букву на песке. Игра-лотон. Ребенку необходимо соединить буквы на песке так, чтобы получилось слово. Ну и так далее, опять же. Ребенку можно предложить и самому нарисовать предмет, в названии которого есть заданный звук. Или он стоит в начале слова, или в середине, или в конце слова. Нарисовать предмет, в названии которого три звука, четыре звука и так далее. И уже проговорила, камешки Марблс тоже широко использую в своей деятельности. Что это? Это созданные человеком разноцветные стеклянные шарики или плоские камешки. Они могут быть не только из стекла, они могут быть из глины, они могут быть из дерева, из пластика. Но чаще всего, конечно, они из стекла. Применение камешков Марблс – это один из нетрадиционных приемов развития и обучения, который детям интересен. И здесь и мелкую моторику развиваем, и ориентировку на плоскость, и обогащаем словарный запас. Тоже здесь можно отдельный вебинар посвятить камешкам Марблс. Если есть необходимость, если есть желание, интересная эта тема, напишите, пожалуйста, в чате. Мы тогда возьмем эту тему. Так же, как и мужичковая стимуляция, тоже можем брать в качестве отдельной темы. И есть много о чем рассказать, много интересных игр. Здесь что можем кратко тоже использовать? Какие игры? Услышь звук. Ребенку предлагается услышать слово и выложить на схеме позицию заданного звука в слове. Чудесный мешочек. Ребенок достает из мешочка камешек зеленого, синего, красного цвета и придумывает слово на заданный звук. Синий цвет – это твердый согласный и так далее. Буквы. Ребенку предлагается сделать звукобуквенный анализ по схеме. О, спасибо, ага. Фишки, камешки. Выкладывать по картинкам или под буквами. С какого звука начинается слово? Гласный он или согласный? Какие еще слова можно придумать с этим звуком? Сколько в слове гласных, сколько согласных? Из проявлялки сюда же дается изображение буквы. Ребенку необходимо доделать недостающие элементы букв из марблс и вслух с помощью педагога назвать оппозиционные звуки речи. Еще не так много в соответствии с анпин, конечно, мы не можем долго использовать, но тем не менее в качестве повышения мотивации тоже использую компьютерные мультимедийные технологии. Это процессы подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. Здесь, как вариант, предложено, очень нравится детям вот эта игра, отрабатываем и неречевые звуки, и речевые. Кто знаком с этой игрой, расскажите, пожалуйста. Она в бесплатном доступе есть в интернете. Учимся слышать, по-моему, кажется, называется, если я не ошибаюсь. Большие перспективы у компьютерных технологий, вот, да, тоже используйте, ага, хорошо, спасибо. И у детей пользуются большим спросом, понятно, порой дело в том, что очень трудно заинтересовать детей, мотивировать их. И частично использование компьютерных технологий все-таки будет способствовать повышению мотивации. А, вы называли попугаем говорушей, все, поняла. Ну, я просто, когда скачивала, сейчас уже не помню, очень давно это было, но у меня просто есть в наличии. А, правильно, учимся говорить правильно. Или что-то учимся слышать, вот что-то такое, да. Попробуйте вести по-разному, потому что я сейчас не вспомню. И, кажется, учимся говорить правильно. Да, в записи вебинар будет, да, да, да. Еще игры для тигра тоже. В них представлены разделы с играми, необходимыми для развития фономатического восприятия. На Мерсиба очень много игр есть, кто знаком с этим сайтом. Единственное, что там есть несколько бесплатных, а вот так нужно подписку оформлять. Я флешки покупала и оформляла подписки, оформляю сейчас на данный момент подписки. Очень удобно, много игр, полезных и интересных, детям тоже очень нравится. Еще что хотела рассказать, это бусография. Понятие бусография имеет два смысловых корня. Графия – это создавать, изображать. А первая половина – это буса, подразумевает исполнение замысла. И принцип данной техники заключается в создании различных линий, дорожек, героев сказок, букв русского алфавита, геометрических фигур и тому подобное и так далее. Эта техника кропотливая, интересная, необычная, очень приятная. Она способствует развитию тактильных ощущений, развивает внимание, совершенствует сенсомоторику, что это согласованность в работе глаз и руки, координацию движений, их точность, конструктивный праксис, ориентировку в пространстве, счетная операция и много-многое другое. Нас, конечно, в большей степени в данный момент интересует применение техники бусографии в развитии фономатических процессов. И для выполнения упражнения подойдут цветные бусы разного цвета, размера. Достоинство работы в том, что данное упражнение выполняется довольно быстро, отличается доступностью и волшебной для ребенка возвратностью. То есть, что возможность исправить работу на любой стадии, при этом не повредив ее. И какие здесь можно использовать игры. Ребенку предлагается прослушать ряд звуков, произнесенных логопедом или педагогом, если воспитатель использует эту технику, и нанизывать бусы на нитку, соответствующую цветовой гаммы. Гласный звук – красная бусина, твердый согласный – синяя, мягкий согласный – зеленый и так далее. Бусины можно нанизывать на проволоку и таким образом выполнять бусографию для любого героя, например, для динозаврика. И по тому же принципу ребенка просят определить первый звук в слове, последний звук, второй звук и так далее. И нанизать бусину соответствующего цвета. Также в своей работе использую пуговичную терапию. Здесь тоже можно очень много рассказывать, тоже, если интересно, пишите, озвучим на одном из наших ближайших вебинаров. Как можно играть? Педагог зажимает в руке какую-либо пуговицу, просит ребенка, например, закончить чистоговорку подходящим по смыслу словам. Например, «Ина, Инна, у меня в руке машина». Также можно использовать эти пуговицы при дифференциации звуков. Ребенку предлагается рассортировать фигурки в одну кучку с одним звуком, в другую с другим и так далее. Вот такие пуговицы я заказывала на Алиэкспресс. Они недорого стоят и доступны, там можно выбрать. С целью развития фономатического анализа использую пуговицы разных цветов. Ребенку необходимо определить первый звук в слове, последний и соотнести с пуговицей. Если звук гласный, то пуговица красного цвета и так далее. Выложить ряды из пуговиц или нанизать их на проволоку или шнурок. По поводу мелкой моторики, графических навыков. Давайте тоже тогда мы как-то включим в наше расписание, расскажу. Потому что тоже есть о чем рассказать, и все это не очень быстро. Очень много есть моментов, нюансов и различных игр. Детям также нравится играть с конструктором Банчемс. Заказывала на Вайлдберрис. Опять же, вы можете посмотреть, у кого есть. Несла от ребенка от своего, покупала своему ребенку. Но я думаю, что все так педагоги. Сначала свой ребенок играет, потом несем детям на работу. Можно попросить ребенка сделать из этого конструктора фигурки. Например, фигурку, в названии которой есть заданный звук. Или начинается на заданный звук. Эта увлекательная игрушка стала любимой у моих воспитанников. И они с огромным удовольствием конструируют интересные, забавные поделки, фигурки причудливых форм. А затем дети придумывают имена своим необычным игрушкам. Разыгрывают различные истории. И с каждым... А, Банчемс, да, называется. А, в фигспрайсе. Вот, отлично. Я не видела фигурку. Хотя там часто бываю. Там тоже очень много чего беру интересного. Вот. Заказывала на Вайлдберрис. Ага. Ну, посмотрите. Да, может быть, в зависимости от городов. Где-то, может быть, и в фигспрайсе. Банчемс. Что еще здесь? Истории различные разыгрывают. И с каждым днем творческий процесс захватывает детей все больше и больше. И я вам рассказала лишь о некоторых игровых приемах, которые я использую для развития фономатических процессов у детей дошкольного возраста. Конечно, и гораздо больше здесь нам в помощь наша фантазия. Использование наглядно игровых методов и приемов вызывает интерес к занятиям у детей, повышает уровень речевого развития дошкольников. Если есть вопросы, то задайте их. Все ли понятно по поводу нашего вебинара? По поводу темы поняла, тогда будем иметь в виду. Спасибо вам огромное. Очень приятно читать ваши положительные отзывы. Спасибо. И это к вопросу нет? Да. Отлично. Очень хорошо. Для меня это важно. Надеюсь, что вебинар был полезным. И ждем вас на наших вебинарах. Приходите. Всего доброго. До встречи. До свидания. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова